Вокзал крохотный, электрички по 4 вагона. Найдём с завязанными глазами. Шататься у пути с завязанными глазами не очень безопасно для вашей жизни. Тут вы правы. Всем привет! Вы на канале Диафплей, и сегодня мы всё ещё будем продолжать проходить рут форта. И сегодня у нас будет какая-то другая концовка, наверное, я так полагаю. А сейчас мы будем соглашаться на условия гадина. Так что не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Согласиться. У тебя есть какие-либо мысли на этот счёт? Спросил я форта. Она ответила мне умаляющим взглядом, в котором не было уже никакой уверенности. Выходит, мы с ней оказались в совершенно невообразимой ситуации теперь. Если мы решим не вручать организаторам письмо, то что дальше? Отгадин развёл руками. Ну как что? Мы продолжим действовать по прежнему плану. Два оставшихся победных места уйдут в честном бою кому-то из конкурсантов. Остальные просто получат возможность принять участие в полноценной конференции, что уже, как мне кажется, не так уж и плохо. Всё-таки все они уже приехали сюда. Верно, но... Выйдет так, что мы всех обманули? Ну почему же сразу обманули? Во-первых, мы всегда можем переговорить со всеми участниками и пояснить ситуацию. Даже пускай лично с каждым. Во-вторых, всё произошедшее – результат наших недосчётов и ошибок. Поэтому мне кажется, что это исправление, наоборот, должно стать важной частью нашей совместной работы. Что думаешь, Форта? Я не знаю. В конце концов, отчасти это была именно твоя идея. Тут ты права. Я просто думаю, что... Если это и правда всё так, и если мы можем всё оставить и дать возможность себе и остальным побороться за при... за остальные места... Может быть, это то, что нам действительно стоит сделать? Если вам интересно знать моё мнение, то я считаю, что так оно и есть. Форта достала из-за спины планшет с письмом. Внимательно посмотрела на него. Так всё же... Действительно ли всё это так? Правда ли то, что вы говорите, Сергей? Согласитесь, даже если бы я врал, то в такой момент я вряд ли бы вдруг сказал вам правду. Вам судить, так это или нет. Если хотите, мы можем подойти в приёмную и побеседовать на этот счёт с представителями администрации. Форта тяжело вздохнула, снова посмотрела на меня. Я коротко кивнул ей. К чёрту этот бунт! Итак, подходим к призовым местам. По результатам конкурса, третье место за проект благоустройства рекреационных зон. На Ленинском проспекте города Норильска уходит. Вот и всё. Форта прошла к лавочке, стоявшей в паре шагов от нас, и устало села на неё. Ты как, в порядке? Думаю, да. Задумчиво произнесла она. Эй! Не вижу почему-то радости в глазах. Я сел рядом и подтолкнул её в бок локтем. Ну, Ань, мы ведь ради этого сюда и ехали. Неужели какое-то заваля... Завалящее третье место на международном конкурсе теперь тебе совершенно не впечатляет? В ответ Форта скуксила откровенно грустную мордашку. Чёрт. Неужели тебя так сильно расстроил момент с Джан? От тебя разве это не за дело? Она просто повернулась и вышла, не сказав ни слова. И на нашем выступлении её в зале было не видать. Я же... Форта насупилась и, кажется, готова была проранить слезу. Достижение получено сделкой с дьяволом не совестью. Я ведь правда хотела как лучше, но в итоге заработала только ненависть. И за что? За то, что у нас было не так много времени и возможностей решить этот вопрос основательно? Ну, ну... Я приобнял Форта, похлопал её по плечу. Не переживай так сильно. Легко сказать не переживай. Сделать бы ещё это всё. С одной стороны, конечно, мы правда взяли на себя ответственность за это всё. С другой, стал бы кто-то из остальных участников, включая Джан, делать это за нас. Мы ведь не нанимались и не клялись отстаивать их права до последней капли крови. Я... Я это всё понимаю. Но, кажется, это ничего не значит в отношении того, что теперь половина участников, включая бывшую Еву, будут до конца нашего проживания в гостинице бросать косые взгляды. Да и пошли они в сраку. А может, и в будущем на следующих конкурсах они продолжат это. И мы с тобой окажемся настоящими изгоями в своей среде. И всё это из-за одного маленького косяка. Но, но... Не утрируй уж так сильно. Не думая, что весь мир возненавидит нас только за один маленький раз, когда мы не до конца смогли разобраться в том, кто есть кто. А мне кажется, что и такое нередко случается. Мы ненадолго замолчали, глядя в ветреное ночное небо. Вокруг не было ни души. И мне почему-то подумалось, как должно быть сейчас тоскливо Аня на душе. Думаю, я должен ей сказать эти слова сейчас. Может быть, хотя бы они немного поддержат её. Аня? Да. Не расстраивайся так. По крайней мере, у тебя есть я. В каком только нужно виде. И сколько только понадобится. Что ты... Хочешь этим сказать? Хочу сказать, что хочу быть рядом. И поддерживать тебя столько, сколько смогу. Потому что... Наверное, потому что я всё же люблю тебя, Форта. Ах ты! И так, это мы проматываем. Спустя трое суток в поезде. История Форта. Глава двенадцатая. Сквозь ночи метель. Ты смотри, опять мы с этого самого... Вокзала. Или на этом самом вокзале. А. А, то есть мы приехали к нему домой. А, ваш батенька таки имеет спортивный разряд по придумыванию острых вопросов, да? Я предупреждал, что будет что-то вроде такого. Но всё же, это было свыше того, что я могла безболезненно стерпеть. А ведь это был только первый акт. И нам... И нам повезло уйти без полного представления. Обычно такое семейно-дружеское застолье в моей семье... Это по бокальчику вина для родителей. Потом в бой пойдёт что потяжелее. А что это значит? Что это значит? Это значит, что рано или поздно за столом прозвучит страшное слово «политика». Ой-ой. Именно. И это «ой-ой» тебе лучше произнести про себя. А внешне быть немой, как рыба, и согласна на всё кивать. Потому что потерпят ли родители твои больно либеральные взгляды? Они обязательно будут либеральнее их. Этого я точно не знаю. Так как не пробовал даже спорить. Ведь знаю, что это бессмысленно. Ух, да, это был бы крайне неблагоприятный сценарий. Спасибо, что сейчас вторник. Рабочая неделя. Тем не менее, да, это тоже было большое веселье. Выслушивайте вопросы про совместную жизнь, когда отношения четыре дня... Отношением четыре дня от роду. Как-то слишком смущающе. Форта в ответ хорошенько потянула мою щёку. Ну, а если бы кое-кто не затянул, могли бы уже и раньше. И почему у тебя щёки такие тугие, а? Если уж тебе так хотелось, могла бы первая начать в таком случае. Я не удержался и потянул её за веснушчатую щёчку в ответ. А у тебя мягкие и большие. Защечница. Хомяк. Что ещё придумаем, господа? Это чтоб вам удобнее целовать было. Намёк понял. Я склонялся и поцеловал Форта в щёку. Ва-а-а! Довольно проворчала она, а после ответила мне тем же. Колючий! Потому что ты сама торопела, вот и не успел побриться как следует. Знаю-знаю. Сколько у нас времени, кстати? Сейчас время к восьми уже. Электричка в будние дни в двадцать пятнадцать прибывает. Можем прогуляться до площади перед вокзальчиком, взять по мороженому. А ещё, кажется, у неё телефон сел. Недоступен. И как мы её только тут найдём? Вокзал крохотной электрички по четыре вагона. Найдём с завязанными глазами. Шататься у пути с завязанными глазами не очень безопасно для вашей жизни. Вот вы правы. Волнуешься? Спросил я, заметив, как Форта глубоко вздохнула с опустошённым выражением лица. Угу. Это так странно. Словно это не со мной происходит. Или словно я собираюсь встретиться с персонажем выдуманной истории. Книги откуда-то из другого мира. А с другой стороны. У меня перед глазами кадры, как на фото, когда она обнимает меня. Это чувство, оно... Такое реальное. У меня... У меня мурашки по коже. Целый этап моей жизни без неё приключился. А ещё мне из-за этого грустно. Грустно за тебя. За меня? Ну, выходит, я нашла своего призрака, которого искала пять лет. А ты своих нет. Как знать. Может, мне тоже нужно прождать пять лет. Прежде чем я их встречу снова. Я негромко рассмеялся. А Форта только больше насупилась. Ну-ну, не стоит. Я погладил её по макушке. Я не скучаю. И я не одинок. У меня есть эти глаза океаны. А на океан можно любов... А океаном можно любоваться вечно. Ужас. Какая ваниль? Стараюсь. Я не горюю Форта. Правда. Эта рана очень старая. Она уже едва ли болит. Однажды, возможно, заживёт. Словно её и не было. Прогуляемся до магазина и обратно. Угу. И что, это ведь там та самая станция? Форта огляделась и щурясь от яркого солнца, осторожно кусая краешек пломбира. Вчера вечером мы, смертельно усталые, выгрузились на вокзале в Красноярске. Отец, только возвращавшийся с работы, вызвался подвезти нас домой к родителям. Кого? Отец к родителям. А? Так что вчера, а не увидеть местный вокзал, не удалось. Увижу! Что видишь? По граффити, про которое ты рассказывал. Форта довольно подпрыгнула, такая пальцем, в сторону старого товарного состава. И правда. Чего я не понимаю, так это то, почему этот товарняк стоит здесь неподвижно четыре года. А кто его знает? Значит, Света живет прямо в крае. Такая гигантская Сибирь. И такая тесная. Ну, ты сам знаешь. На север отсюда едва ли кто-то... На, блять. На север отсюда едва ли кто-то живет. Даже дороги сотни километров севернее уже заканчиваются. Так что если оттуда едут не в самое юга... Не на самое юга. То хотя бы подальше от севера, поближе к цивилизации. И то верно. Где, говоришь, живет? На улице Норильской. Ирония горькая, ты сволочь. Да уж. Длинная для нее дорожка сюда. По сравнению с тем, что было раньше, совсем немного. Чувствуешь что-то особенное? Порта перехватила мой застывший на ядовито-кислом граффити взгляд. Чувствую. Немного грусти, немного пустоты. Но знаешь, я бы не сказал, что это болезненная пустота. Скорее, словно тугой и тянущий узел в груди. Державший меня в прошлом, где были эти двое, развязался. И теперь там... И теперь там звонко и пусто. И ничего не тянет в прошлое. Простите меня, мои призраки, но здесь наша погоня кончилась. А, то есть он забил на них. Понятно. Вы победили. Вы оторвались. Я отпускаю вас. Почему-то плакать хочется. А вот этого делать не стоит. Они бы не хотели, чтобы кто-то плакал о них. Скорее, я просто понимаю, что ты чувствуешь. Словно эти четыре года сжались в одну секунду и ударили меня в сердечко. Какая же ты чувствительная в самом деле. Наверное, я просто глупо старалась сделать вид, что это не так. Мне грустно представлять, что кто-то чувствует себя одиноко. Ух. Всё верно. Это наше. Электричка довольно быстро оказалась напротив нас. Остановилась, открыла двери. И, как всегда, наконечно из неё повалил весь оставшийся народ. Впрочем, так поздно мало кто возвращается. Мы с Форта принялись сновать через редкие ряды бабулек с котомками и тележками на колёсиках в поисках заветной рыжей макушке, но никак не могли её разглядеть. И Рон быстро пустил, но никого знакомого не было видно. Форта подпрыгивала на носочках, стараясь разглядеть Свету в другом конце платформы, но тщетно. «Света, ты здесь?» Крикнула она и её звонки. Крик разнесся по платформе, заставляя людей оглядываться. Телефон, значит, сел. «Ага, не позвонить». «Неужели она не на ней?» Нахмурялась Форта, когда народ рассосался. И помощник машиниста спустился на платформу из локомотива. «Не дрейфить, Фортова!» «Она наверняка должна быть здесь». «А что, если она не смогла предупредить?» «Думаешь, она бы подошла к вашей встрече так безответственно?» «Эй, малышня!» «Эй, малышня!» Раздался Крик из-за спины. «А ты переживала». Мы оба тотчас обернулись. «На сигареты не докинете?» Чтобы увидеть перед собой самое большое воспоминание в жизни Форта воплотил. «Совсем такая же, как и была!» «Ты тоже!» «Привет, девочка из моих снов!» «Привет, мой юный призрак!» Форта набросилась на Света и принялась крепко обнимать её. Света едва не упала от её налёта, но удержалась на ногах и обняла Аню в ответ. «Совсем такая же, как и была!» «Даже хвостики такие же!» «Хотелось, чтобы ты точно меня узнала при встрече!» «А вот ты свою белую прядь не показывала, ух!» Света негромко крякнула, когда Форта в очередной раз крепко прижала её к себе. «Смотрю, Юг явно помог тебе не терять форму!» Прошло пара минут, прежде чем она дала возможность Свете наконец как следует вдохнуть, разжёв свои стальные объятия. «Я... я... я... не верится, что ты и правда ты!» «Сколько лет прошло!» «Рада тебя увидеть, Форта!» «Безумно рада!» «Макс, чего ты там стоишь в сторонке? Иди сюда, знакомить буду!» «Это Света. Света Ренцова. Ты знаешь, кто она. Света, это Макс. Макс Анисимов. Человек, который пробыл рядом со мной последние полгода. Очень приятно, Макс. Аня много про тебя рассказывала последнее время. Взаимно. Барат наконец встретится. «Вы двое, а ну идите сюда!» Форта распростёрла руки широко. И мы со Светой послушно подошли к ней ближе. И Аня крепко прижала нас обоих к себе. «Ну вот что бы я без вас сделала!» Прошептала она вот такая с лицом в наши плечи. «Все мои мечты!» «Всё благодаря вам!» «Ты, как всегда, жутко смущаешь!» Света зарделась. «Может, немного прогуляемся здесь для начала?» «Думаю, нам есть о чём поговорить!» «Конечно!» «Поведу вас по маршруту через аллею. Как раз выйдем к моему двору в конце. Прыгайте на пути. По ним самая короткая дорога». «Это точно безопасно?» «С вероятностью в девяносто девять процентов мы не попадём под поезд!» «Шучу!» «Дальше тупик. После только старая ржавая линия». Света бойко спрыгнула на пути первой. «А вы, боевые леди, стали, погляжу!» Кварта вслед за ней размашисто приземлилась на шпалу. «Как-то!» Я потянулся, оглянулся на стоявший в метре за моей спиной поезд. «А теперь вперёд, да спи с ней!» «И мы не спеша зашагали по шпалам вдоль, подгоняемые в спину прохладным ветром». «Девочки шли позади меня. Я ушёл на пару шагов вперёд, чтобы не мешать им». Кварта безостановочно расспрашивала Свету обо всём на свете. О работе, об учёбе, о том, как она прожила два года после Аниного переезда. Из их диалога я понял, что Света работает преподавателем фортепиано в музыкальной школе. Заканчивает третий курс колледжа. Через полчаса, когда на учёбе уже разгорел... Блядь, когда на учёбе... Когда на небе уже разгорелся закат, мы очутились в родном дворике. «Так всё же, почему ты так долго?» Молчала. Осторожно спросила Аня Свету после короткой паузы. А в ответ пожала плечами и хмыкнула. «Я... я не хотела тебя тревожить раньше времени. Хотела, чтобы ты увидела меня новой, уже почти взрослой. Я всё надеялась. А вдруг я смогу найти твой город и приехать туда на какой-нибудь музыкальный фестиваль? Правда, сама понимаешь. Семье после переезда ещё какое-то время нужна была моя помощь. Ну и сейчас всё намного лучше. Родители уже могут обходиться без моей помощи. Я могу сосредоточиться на своих делах и откладывать заработанное на свои нужды. Это так. Так круто оказывается. Ну да, я тебя понимаю. Слушай, Света... Да? Что ты думаешь о своём будущем? О будущем Лети? До него всего полтора месяца. Помнишь наши... Планы о Лети на море? Аня? Света остановилась. Она немного замялась, отвела взгляд. Ты ведь... Хочешь пригласить меня уехать с вами? Я думала об этом. Конечно, тут твои родители, но... Мы же... Чёрт, это так сложно. Я понимаю тебя. Тихо прошептала Света. Но знаешь, я просто не ожидала сама, что наконец позвоню тебе так скоро. Я думала, что сделаю это, когда закончу учёбу. Когда меня здесь уже ничего так сильно не будет держать. Когда у меня будет ещё немного времени побыть с родителями, прежде чем я их оставлю. А потом я наконец нашла твою страницу, и руки тут же сами потянулись к телефону. У меня остался всего один год учёбы. В следующем мае я сдаю госы. И после я свободна навсегда. Забирай меня куда хочешь. Целый год. Боже, да потерпишь ты, господи. Глаза океана снова задрожали. Ещё целый год. Но ты всё же могла бы попробовать перевестись в нашу академию. Я уже спраш... Я же спрашивала тебя о ней. Вероника сказала, что я вряд ли сохраню курс, если переведусь. Я не хочу, чтобы три года учёба во время нашей разлуки пропали даром. У меня здесь отличный преподаватель, которого мне тоже не хочется спонтанно бросать. Орта слушала Свету с заметно поникшим взглядом. Судя по всему, она долго теплела надежду на этот разговор. Но складывался он не совсем так, как ей хотелось. Я... Я расстроила тебя этим, да? Я не хотела, Аня. Ты же сама понимаешь, наверное. Я обещаю, раз ты сама согласна с таким планом, я перееду после учёбы. Мне самой хочется найти себе общительную компанию. Хочется быть ближе к тебе, в конце концов. Я понимаю. Мы со Светой переглянулись, обступили форта, взяли за руки. Ух, как же ты дрожишь. Из-за меня так волноваться. А из-за кого ещё? Тихо прошептала Анна. Ну-ну, не вешай нос. Света, ты не против, если мы зайдём вместе ко мне домой? Мы с Аней гостим у моих родителей, пока. Я как раз хотела завтра пригласить вас к себе. Я очень хотела снова показать форта родителям. К тому же, ты должен знать, что обратное в край будет только завтра. Так что я думала, что мы в любом случае... Чтобы в любом случае зовите меня остаться у вас на ночь. И то верно. Пойдёмте посидим там, а к ночи у меня есть одно укромное местечко, которое я просто обязан показать. Интригует? Ну ещё бы! Но вперёд! Дома мы, разумеется, не заскучали. С отцом мы успели немного разработать наш проект. Как у опытного инженера, у него нашлась тысяча вопросов с подвохом. Впрочем, нельзя сказать, что он только придирался. В конце концов, он потрепал меня по макушке, пожал руку и сказал, что гордится нашим выступлением, вне зависимости от того, какое место нам досталось. Форта внимательно слушала и даже немного конспектировала. Света с интересом разглядывала все, все удивительные бумажные планы и макеты футуристичного центра родного города. Солнце быстро садилось, и когда сумерки окутались в Сосново-Борск и Сибирский лес вокруг него, после очередного чаепития мы собрались в небольшую прогулку до места, которое мы с парнями называли штабом номер два. Я часто любил бывать там с Сашей и Крисом. Мы делились там своими проблемами, страхами и грустью. Обсуждали планы на завтра и надежды. Уверен, девочкам там должно понравиться. Мы на месте! Ничего себе! О да! Давно мечтала попасть на крышу какой-нибудь высотки. Здесь на крыше многоэтажки, гордо смотрящей из большого холма. На весь остальный город в паре метров от самого края стояла большая будка вентиляции. В узорах ее, старых граффити, даже при темноте ночи, я без труда разглядел текст Саши. Мы со Светкой сели на эту будку слева и справа от форта. Она взяла нас обоих за руки и положила наши ладони на свои колени. Затем закроила глаза и шумно вздохнула. Думаю, я бы вечно сидела здесь с вами двумя и смотрела бы на звезды. Эхо прошептала она, поднимая глаза к звездному небу. Как хорошо, что небо сегодня ясное. Ночное небо такое красивое, когда звезды и луна не прячутся за тучами. Только без северных сияний. Да, но северное сияние дорогого стоит. Значит, Макс, это ты рассказывал форта про антенное поле и драйв-зону? Драйв? А, точно. Мы называли это просто плитами. Это не так далеко от меня. Я хотела прогуляться там с Аней, когда поедем ко мне. Да, вроде бы должно быть рядом. Помню, впервые я побывала там четыре года назад, сразу после переезда. Это был март, кажется. Или начало апреля. Я возвращалась поздним вечером со школы. Села не на тот автобус, заплутала. Было очень страшно идти среди малознакомых гаражей. И тут... Цвета рассмеялась. Боже, как же это глупо звучит. Я увидела, как на крыше одного из гаражей носятся пацаны. Двое. Мои ровесники. А потом услышала, как они что-то читают. Это был грёбаный Есенин. Они читали это, как со сцены. Заметили меня и не спрятались со стыда, только громче продолжили. Я не удержалась и прыснула. Это было слишком для меня. Но чёрт. Два случай... Но чёрт. Для случайных парней на гараже они делали это удивительно неплохо. Это чё, были Саша и Крис? Потом они спустились ко мне, и я сама не знаю, почему попросила у них помощи направить меня до дома. Обычно я побоиваюсь незнакомых и не говорю с ними. Но это было совсем спонтанно. Они проводили меня до самой Норильской. О, да. Прошептал я в ответ, чувствуя, как мурашки разбегаются по всему моему телу. Я слышал эту историю. Откуда? Недоверчиво, удивлённо, спросила Света, глядя прямо на меня. Они рассказывали мне, когда вернулись в штаб, как спалились за своей нчиткой какой-то рыжей девчонки. Проводили её до самого мясика. Отчего я ждал их на нашем месте лишних полтора часа. Сладкий и спокойный голос, застенчивый взгляд и милые длинные волосы с большой чёлкой. Кристофер. Бритая башка, тоннель в ушах, кепка с козырьком. Нацеленным... в луну. Громкий и вечно навеселее Саша. Дуэт юна кровь, прошу любить и жаловать. Ничего себе! Эти двое были моими друзьями детства. Почти четыре года назад, в мае, я посадил их на поезд до одного южного города. Эти бродящие артисты мечтали о лучшей жизни. Мечтали встретить некоего властителя предлагаемых обстоятельств. Известного в своих кругах театрального режиссёра. Они считали это путёвкой в большой мир. Наверное, многое пошло... Что-то пошло не так. Связи с ними у меня не оказалось. В том городе я их не нашёл. Возможно, они пропали с концами. А может, нашли себе другое занятие по душе. Или просто сели в другом городе. Я не знаю. Я близок к тому, чтобы оставить их поиски. Главное, что Форта нашла своего юного призрака. Который ждал её пять лет. Но не драматизируй так! Нахмурялась света. По крайней мере, мне было не так уж плохо. Я тоже очень долго ждала этой встречи. И всё ради неё делала. Как и обещала, стала лучше во всём, в чём могла. Не могла же я иначе показаться Ане на глаза. Я бы согласилась на любую свету. Даже если бы ты появилась на пороге моей квартиры с чемоданом в руках и заявила, что теперь будешь жить здесь и мне пришлось бы тебя содержать, я была бы только рада. Хоть и заставила бы тебя потом найти работу. Форта довольно заулабалась. Ты слишком снисходительная. Только к тем, кто этого явно заслужил. Хотя... Почти все мы так или иначе заслуживаем немножко добра, разве нет? Мы молча переглянулись. Затем снова подняли глаза к небу. Фига, анимация! Фига, анимация! Фига, анимация! Какая разница? Эти слова прошли через всю последующую мою жизнь красной линией. Я и вправду верила, что между нами всеми нет никакой разницы. Но сейчас... Сейчас мне кажется, что все же она есть. Но она только делает сильнее наше сходство. То, в чем мы разные, в чем мы друг друга не понимаем. И почему не хотим ехать сейчас же на край света за другим сломя голову. Делая это в разы ценнее то, в чем мы похожи, и почему любим друг друга. Ведь если бы мы со Светой не различались ничем, то, наверное, мы были бы двумя копиями, а не Ренцовой. Или Света Фортовой. А самому собой, согласитесь, быстро надоедает болтать. Я поняла, почему Свете стоит остаться. Поняла, что дождусь ее. И верю, что она дождется тоже. Я наконец-то решала все свои вопросы из прошлого. Спустя почти шесть лет. Максим, мы решили, что после сессии я приеду к вам в гости. На недельку или, может, на месяц. Может, и на все лето. Ты же не против? Нет, конечно. Я уверен, наша компания будет рада молодой крови. Я улыбнулся. Той самой кисло-сладкой улыбкой, что, само собой, получалось каждый раз, когда я вспоминал что-то хорошее о ее на крови. Крис, Саша. Интересно, где вы двое сейчас? Забавно было бы, если бы мы сейчас с вами смотрели на одну и ту же самую звезду на небе. Тогда, где-то там, очень далеко от нашей планеты, наши взгляды пересеклись, и, можно сказать, я бы встретился с вами снова. А пока я могу найти каждый ваш кусок в этом городе и сделать фото с каждым. Начну с этой крыши и остатков штаба номер один. Я оставлю себе каждый кусок моего прошлого, проведенный с вами. С моими юными призраками. Я сохраню их и отправлюсь вперед. Держа за руку девочку-ветер, которая стала невероятно дорога мне за эти полгода. Ну что ж, и на этом заканчивается вторая концовка. Я так понимаю, это уже хорошая была концовка. Дальше было то, что мы уже видели в прошлый раз, так что не будем это смотреть еще раз. Итак, что я хочу сказать. Не совсем понимаю, зачем было делать все же в конце Аню-Би, но это, походу, сейчас модно. Рот мне понравился, и, если честно, я сейчас даже не совсем понимаю, зачем уже... Ну, на мой субъективный взгляд, я не совсем понимаю, зачем тогда... Ну, сейчас будут нужны уже остальные роты, если, в принципе, тут и так все хорошо. С другими персонажами мы пересекались почти никак. Так, кстати, а давайте глянем, кто там еще будет, кроме, как мы уже понимаем, Катюхи. Так, я понял, тут не совсем понятно, это Катюха. А, это, это, боже. Господи, как ее звали-то, завод? Ника, по-моему, или нет? Ну, короче, девчонка из прошлого. Во. А это... Ну, вроде как, похоже, по крайней мере, на нее. Это Катюха, которая следующая будет, а это в конце... А, это у нас Ника. А это как зовут? Я не помню, короче, не суть важна. В общем, эээ... Да какой несохраненный прогресс? Ничего нет там. Вот, я не совсем понимаю, зачем уже нужны будут остальные роты. С этими девчонками мы, в принципе, не пересекались почти. И они, не сказать, что были какими-то важными персонажами, но ладно. Будут, значит, будут. В целом, даже с ротом форта, это уже довольно-таки самостоятельная игра получилась. Мне понравилось. Жалко, конечно, что популярности у нее всего ничего, но... Счета поделать. Она довольно-таки размеренная и очень повседневная. Что многим, как я понимаю, не понравилось. Эээ... Ну, ну и пофиг. Главное, что мне понравилось. И тем, кто смотрел ее, прохождение этой игры тоже понравилось. Ну что ж. Думаю, сегодня на этом можно будет с вами уже наконец-то и прощаться с молодыми сердцами. А есть тут еще какие-то концовки у рута форта ХЗ. Эээ... Сейчас, как минимум, я проверять уже не буду. Может быть, как-нибудь потом, если об этом будет какая-то инфа. Ну и, конечно же, будем ждать другие руты. Вот. Как-то так. Не забываем подписываться на канал, шлепать мои лайки, писать свои комментарии. Подписываться на паблик ВК, на Дискорд и на Инсту. Ссылки, как обычно, в описании под этим видео и под всеми видео. Что ж, всем спасибо за просмотр и до встречи в других прохождениях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok